Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы можете видеть, у нас свежая поставка рыбок. На этот раз приехало много интересных вариантов петушков. Некоторых из них вы уже можете видеть на своих экранах. Ну, давайте приступим к распаковке всех по очереди. Ну, и самое интересное, то бишь петушков, оставим на потом. Ну, давайте из самых более таких чувствительных к переменам начнем. Это со скалярий. Вот такие малыши к нам сегодня приехали. Вот такая ляпота. Здесь есть и кои, и черные, и серые стандартные скалярки. Давайте их переселять и посмотрим, как они будут вести себя в аквариуме. И вот такой вжог у нас получится. Хорошая симпатичная рыбка в достаточно неплохом размере приехала. Пусть привыкает к новому дому. Надеюсь, в следующий дом они поедут достаточно быстро. И следующий на очереди у нас классика. Это неоны. Да, немножко нестандартные. Это у нас красные неоны. Но от этого они смотрятся не менее эффектно в аквариумах с обустройством акваскейпа. Ну, и в принципе, в обычных небольших баночках тоже весьма эффектно выглядят. Понятное дело, они вырастают. Ребятки стайные. Поэтому желательно сразу заводить штучек. Это к 10-15. Но они поистине бомбезно смотрятся в аквариумах. Вжухни он их не засняла. Ну, поскольку это как минимум неинтересно выглядит. Блеклые, напуганные. А вот здесь вот, я думаю, стоит показать. Здесь у нас малинезия. Малинезия в четырех окрасах. Это снежинка, черная, рыжая, солнечная и черно-рыжая. Эффектно смотрятся в аквариуме. Это у нас живородящий вид. И живет небольшими гробками. Весьма хороший окрас. И в хорошем размере приехали. Ну, и вот так выглядит вжух от малинезий. Да, если я сейчас в этой проводке не запутаюсь. Вот так. Весьма эффектно и красиво. Ну, и опять же, такие шикарно смотрятся в аквариуме, как по мне. Тут у нас одна затерявшаяся тернация. Ну, она вполне себя прекрасно чувствует вместе с живородками. Ну, и следующий, также часто встречаемый вид в аквариумах. Это тернация Гло. Приехала в достаточно неплохом размере. Хоть и пережила дальнюю дорогу, окрас свой не потеряла. Достаточно интересные яркие малышевки. У нас таких товарищей приехало целых два пакета. Поэтому вжух будет просто офигенный. Вот такие вот детки поприезжали. Вид у нас это и крометовщий, но при этом стайный. Вон, вижу, даже пару вуалевых. Красавцы просто. Давайте сделаем из них вжух. И посмотрим, как это дело все смотрится в аквариуме. Ну, и, собственно, вот такой вжух у нас получается с тернециями. Выглядит весьма эффектно. В целом, как и сама рыбка в аквариуме. Желательно брать тоже небольшие стайки. Ну, хотя бы особей 5-10. Тогда они будут смотреться действительно эффектно. Ну, и, опять же, аквариум под них хотя бы среднего размера должен быть. Иначе детям будет крайне-крайне некомфортно. Следующая классика в наших аквариумах – это Данио Гло. Тоже достаточно яркие приехали интересные малышавочки. Станут украшением любого аквариума. Ну, опять же таки, любого в пределах разумного. В трехлитровую банку вы их не поместите, поскольку вид тоже стайный. И все-таки нуждается в каком-никаком объеме. Давайте сделаем из них вжух и посмотрим, как это дело будет выглядеть. Весьма ярко эти дети выглядят даже в сачке. Смотрите, насколько насыщенный и шикарный окрас. Ну, и какое же блаженство наблюдать за этими активными малышами уже в аквариуме. И вот так это дело выглядит. Ну, а тут у нас представлена более селекционная форма классических рыбок. Тут у нас присутствуют гупиши и дисковые пиццеллии. Вон, вот эти вот куцепердаки, это как раз-таки дисковая пиццеллия красная. Вот оно. Не особо люблю, конечно, короткотелых рыб. Как по мне, это весьма неестественно. Но при всем при этом смотрятся в аквариуме они, в принципе, весьма неплохо. Вот такие гупиши тоже интересные. Есть и черные варианты, и черно-белые, красные гупи приехали. В общем, хороший рыбок приехал в этот раз. Посмотрим, кто из них останется до следующей поставки. Ну, и вот так это дело будет делать вжух и смотреться в общем аквариуме. Весьма яркие, эффектные рыбки. Кто-то таких пиццеллии называет редисками, кто-то просто красными живородками, но от этого они менее эффектными не становятся. Ну и вот мы плавно подобрались к нашим гвоздям программы, а именно импортным петушкам. Давайте смотреть, кто у нас приехал. Беру не глядя первый попавшийся пакет. И чего мы тут видим? А мы тут нифига не видим. Вот такая вот петушня. Не очень видно его через пакет. Давайте сейчас я этого зверя пересажу, и мы на него ближе посмотрим. На самом деле пока нечего снимать. Тот петушок у нас решил спрятаться. А вот тут вот двухвостая у нас красота. Весьма яркий плавник пышный, но более блеклое тело. Давайте я его пересажу в банку, и посмотрим, как оно будет выглядеть. Также приехал вот такой красавец-коронохвост. Вот. Это красивейшая морда. В синем окрасе. Хоть считается и самым стандартным, но при этом он действительно обалденный. Шикарно разделены плавники. Очень эффектный рыб. В аквариумах не получается их заснять, ну, поскольку они пока что пугаются и сидят на дне. Ну, а это некрасиво выглядит. Ну, вот следующий наш красавец. Это дамба в красном окрасе. Для петухов это считается самый стандартный окрас, но при этом он один из самых эффектных. Он какой огроменный у него хвост, шикарный зверь, шикарный представитель. Ну, и, как по мне, один из самых эффектно выглядящих в аквариуме. Да, в некоторых ситуациях петушка можно поселить и в общий аквариум, но тут надо уже смотреть по его характеру. Плавает по центру, так что его абсолютно не видно. Сейчас попробуем перекинуть, посмотрим, может, его и сможем разглядеть. Ну, вот тут вот уже у нас весьма эффектный коронохвост. Вон он как отливает в пакете. Я сама толком не могу понять, он то ли трехцветный, то ли еще какой. Давайте сейчас на пони руки попробуем. Ну, хоть как-то худо-бедно его, хоть чуть-чуть видно. Тоже интересный деть. Во! Красивый, яркий. Давайте перекинем и уже посмотрим. Следующий красавец. Тоже коронохвост. На этот раз в красном окрасе. Фокусироваться мы, конечно же, на нем не хотим. Ну, попробую заснять уже, когда они более-менее отойдут, и их будет видно. Ну, и следующий на очереди у нас обычный красный вуаль. Тоже красивый петь. Эффектный, яркий, насыщенный. Опять же, повторюсь, это все у нас импортные ребятки. И достаточно уже взрослые. Следующий на очереди у нас синяя вуаль. Тоже весьма эффектно, хоть и выглядит более-менее стандартно. Это классика жанра, но при этом очень-очень хороший петь. Из такого проще всего пускать на разведение. Сто процентно передаст свой окрас. Ну, и опять же, он идет с зеленоватым отливом. Тоже весьма эффектная рыбка. Следующий на очереди рыб это у нас дамбик синий. Идет с зеленым отливом. Мне кажется, вот так оно будет хотя бы видно их, этих красавцев. Он такой вот эффектный мальчишка. Вон он как красиво отливает синевой. Следующий на очереди у нас плакат сердца. Вот такой вот красавица. мужчина. На камеру не видно, но он золотисто-желтого цвета. Очень эффектно смотрится тоже. Наверное, я буду всех вот так вот в пакете снимать. Так их хотя бы видно. Следующий на очереди тоже плакат сердца, но уже вот в таком интересном окрасе. белые плавники с черной окантовочкой. Ну и здесь как раз хорошо виден этот хвостик. Тоже весьма эффектная рыбеха. Не хочет на ней камера фокусироваться, хоть убейте. Ну вот такой вот красивенный зверь. Следующий у нас на очереди это обычный плакат. Вот такой вот обалденный зеленый мужчинка. Он вообще синий-зеленый, но на камеру выглядит как чистая зелень с красным плавником. Тоже эффектный ребенок и весьма красивый мужчинка. Итак, следующий деть на очереди у нас обычная синяя вуаль. Он такой вот пацаненок тоже как по мне очень красивый и интересный. Хоть и более-менее стандартного окраса, но красоты его это не уменьшает. Вот наша очередная красота. Это у нас по-моему Half Moon в очень шикарном окрасе. Замечательный пацанчик. Да, барбусы все лезут в кадр. Надо все внимание им, потому что их сегодня у нас в кадре еще не было на распаковке, поэтому они хотят занять первенство. Но пока что петушка они не смогут переплюнуть. Еще вот такой вот у нас красивый дядька. На нем камера никак не хочет фокусироваться. Синий, валевый, но от этого не менее красивый. Вот такой вот ребятенок. Ну и тройка наших лидеров это Кои. Вот такая вот замечательная самочка и пара мальчишек. Вот такие вот ребятки. мальчишка раз девчонка мальчишка и мальчишка два. Вот такие вот красопеты. И они пойдут у нас тоже в отдельные аквариумы. А на этом наше видео подходит к концу. Спасибо всем, кто просмотрел данное видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok